Сообщение на номер 101 о пожаре в одном из зданий по улице Валерьяновской поступило сегодня утром около половины десятого. Очевидцы происшествия утверждают, услышали запах гари и увидели клубы дыма, а потом и огромное пламя. На место было отправлено четыре подразделения пожарно-спасательной службы с автоцистернами и одно с автолестницей. Девочки у нас работали на кухне, что первым делом наша повара увидела дым, позвала меня и сказала, что мы видим дым. Я спустилась вниз, вот мой муж стоял внизу, посмотрел в сторону пожара, вызвал пожарных, они буквально быстро приехали. Сначала мы увидели черный дым, а потом пламя охватило на второй этаж. На момент прибытия спасателей пламя охватило гаражи на первом этаже, а также жилые помещения на втором и третьем. Ожоги получил 29-летний владелец здания, его забрала карета скорой помощи. Мужчина до приезда пожарных пытался самостоятельно потушить пламя. Как сообщают в главном управлении ГСЧС, в Харьковской области пожар был ликвидирован в 11 утра, его общая площадь составила около 200 квадратных метров. Помимо сгоревшей мебели, вещей и строительных материалов, также пламя охватило два автомобиля, которые находились в гараже «Фольксваген» и «ГАЗ-69». Именно возле капота последнего, по предварительным данным, и находился очаг возгорания. По словам помощника начальника управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем в помещении, где находились канистры с легко воспламеняющимися жидкостями. «Рассматриваются версии при сливно-наливных работах, имеется в виду, когда вы, допустим, с одной пластмассовой емкости переливаете металлическую, или наоборот, с металлической пластмассовой, может произойти статичный разряд, это искра, и сразу могут произойти вспыхнуть пары бензина. То, что по предварительным, как стало известно, это и могло произойти, почему? Потому что сразу был так охвачен автомобиль огнем, в том числе человек получил ожоги, который там находился, сразу же, ну и он и пытался потушить этот пожар». В данный момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Правоохранителями устанавливаются причины возникновения пожара и сумма материального ущерба. Лариса Говина, Павел Велицкий, агентство телевидения Новости.